добрый день дорогие мои друзья видео снимать надо сегодня мы будем разбирать с вами выкройку на фигуру нижнего типа сделаем такой некоторые некий реверанс в прошлый прошлый век пятидесят и шестидесятые года когда в моде была фигурка нижнего типа с ярко выраженной талией и с довольно женственными округлыми ярко выраженными бедрами и вот история предыстория сегодняшнего видео такова на ю тубе есть у меня такая подписчица зовут ее просто мария она прислала мне вот такие фотографии и попросила на ее фигурку построить видимо на ее фигурку или на фигурку ее каких-то клиентов построить платье посмотрите какие получились фотографии вот если вам видно да заранее прошу прощения что вот такое платьица я вам показываю и вот такое платье конечно разглядывая вот эти вот картинки я прежде всего нарисовала технические эскизы давайте на них посмотрим и так технические эскизы вот этого платья вот этого платья видите какой технический эскиз у нас платье для фигурки нижнего типа немножко силуэт рыбка застежка впереди очень маленькие прибавки плотно плотно по фигурке так как фигурка нижнего типа ярко выражена талия как правило бывает небольшая грудь и хрупкий верх и чтобы эту грудь подчеркнуть делают вот такой вот подрез и действительно все вытачки переводят в этот подрез может быть еще дополнительно раздвижку применяют как мы с вами уже разбирали и получается вот такая вот интересная картинка застежка впереди оправдана да небольшое расширение к низу я бы не стала вот так явно подчеркивать вот эти вот округлые бедра силуэтом рыбкой потому что силуэт рыбка вот эти нижнюю широкую нижнюю часть он только выявит у вас потому что как правило редко она бывает высоко вот это вот самая широкая нижняя часть она бывает довольно низко фигурка получается приземистая очень тяжеловатая такая и показывать вот эту часть не нужно а заужение который просит силуэт рыбка она как раз ее покажет поэтому эту форму я бы нашей просто марии не рекомендовала гораздо лучше второе платьице которое с отрезной талии здесь классические рельефчики которых закрыта и нагрудная вытачка проходит через центр груди и талиевая вытачка и самая широкая часть фигурки она находится вот здесь тонкая талия подчеркнута горизонтальным вот таким поясочком да и дальше линии платья линии юбочки идут на расширение вот это расширение она не проявляет вот этой широкой части она необходима для того чтобы вот эта часть у нас на фигурке не выявлялась не была видна а сам силуэт и сам образ был более гармоничным более легким и более таким вот воспринимался нами эффектнее то есть вот это можно смотреть с одной стороны как достоинство с другой стороны как недостаток тут мы не видим тело мы не видим фигурку поэтому немножко в общем пока разговариваем но и конечно нам приходится додумать так как мы не видим спинки ни в этом ни в одном ни в другом случае какая у нас будет спинка я бы предложила вот такие варианты почему потому что как правило когда идут большие перепады между грудью талии и бедрами тогда вот в этом месте нужно ткань забирать для того чтобы ее забирать как полурельефы по спинке у фигурки с выступом ягодиц нам нужны какие-то ресурсы и в качестве этих ресурсов будут играть вот эти полурельефчики и будет играть вот этот средний шов по спинке опять же приталивание очень уместно и хорошо вот сюда частичку приталивания обязательно добавить то же самое я конечно повторяю здесь вот это такую спинку я вижу идеальной в конструкции для такого такого типа фигуры но теперь вернемся к нашей просто марии что она мне прислала она мне прислала свои мерочки значит фасоны платьев могут быть совершенно разные с чего я предлагаю начать как всегда с определения наших целей о целях мы уже немножко поговорили то есть могут быть и такие и такие фасоны да но для того чтобы их выполнить третий шаг это моделирование мы должны сделать идеальную подходящую этому типу фигурки базовую конструкцию базовая конструкция это второй шаг а первый шаг какой а первый шаг это снятие наших мерочек и вот нам просто мария прислала свои мерочки давайте посмотрим на них смотрите грудь 49 сантиметров талия 40 разница у стандартной фигурки 10 мы попадаем все хорошо но дальше бедра 68 значит 68 отнять 49 получается 19 сантиметров а у стандартной фигурки всего 4 вот представьте себе я не вижу фигурку да насколько велика разница какие огромные широкие бедра при таком очень хрупком в общем то верхе до 50 50 48 50 размер это достаточно компактная и 68 бедра это достаточно много дальше смотрите анализируем свои мерочки 16 с половиной ширина груди 1 маленькая соответствует вот этой да 20 грудка небольшая соответствует опять вот этой мерке ширина спинки на на сантиметр побольше чем ширина груди 1 опять хорошо посмотрите как славно сняты мерочки что мне говорит вот эта мерка 52 платье мои хорошие короткая подойдет ли вот 52 это будет мерка выше колена или у нас очень маленький рост мы ничего не знаем про рост маша нам ничего про это не рассказала я могу только додумывать но сразу вас хочу насторожить не шейки короткие платья вот такой длины 52 сантиметра при таких бедрах будет квадратик будет очень нелепо и смешно вместо вытянутой вот такой юбочки у вас будет вот такой коротенький обрубыш и это не украсит никакую фигурку то есть вот эту величину я бы сделала явно больше дальше узкая плечика да очень подходит для таких фигур короткий рукав она нам написала длину рукавчика всего вот до локоточка где-то ну потому что она предлагает там на моделях на наших очень короткие какие-то совсем рукавчики вот они на тех картинках которые она прислала ватсап они там сантиметров по 15 всего навсего и поэтому если мы в базовой конструкции построим рукавчик 35 сантиметров мы потом при моделировании на третьем этапе его укоротим и сделаем то что нам надо рукавом и большого значения придавать в нашей картинке в нашей истории не будем потому что буквально два слова скажу чтобы к нему потом не возвращаться посмотрите здесь прямо изображено крылышко то есть вы отрезали рукавчик длиной там сантиметров ну 20 хотя бы для начала да не 35 выйдете а потом проведете лучики и потом вы раздвижку сделаете внизу чтобы расширить линию низа получится небольшое крылышко эти приемы хорошо рассмотрены на youtube канале вы можете их найти в теме моделирования посмотреть как это делается во втором платьице в чистом виде покрой рукава рубашечный так как там идет сорочечная ткань стиль такой сафари немножко напоминает да поэтому здесь нет никакой посадки ткань очень плотная или там хлопок какой-то у нас идет даджин такой вот очень очень сухая ткань вот в этом платье и поэтому здесь не надо никакой посадки и поэтому рукав из точного делается рубашечным и значит у него есть некоторое залом вот в этой части и направление этого рукавчика вы рисуете вот под таким уголочком они вот так вертикально как бы вы нарисовали в точной рукавчик потому что в точной рукавчик из этой сухой ткани выполнить без зажимчиков на полную ручку здесь нереально вот так про рукав больше говорить не будем для нас в этой истории характерно вот это вот вот эта часть как подружить и давайте дальше уже анализ закончим это у нас что 35 36 50 а 50 50 я списала нехорошо или ну вот эта мерка явно ошибочная потому что не может быть здесь вот такой вот истории уберем ее отсюда уберем ее отсюда я думаю что 35 длина рукава 36 это все-таки обхват плеча а это я не знаю что такое она написала а может я ошиблась потому что вот это значение это ширина рукава внизу на уровне три четверти если рукавчик у нас идет длинненький или хотя бы три четверти сейчас нас эта мерочка не интересует мы о ней забудем и самое интересное для нас это посмотрите баланс о чем нам балансовые мерки о чем нам говорит вот эта мерочка 40 сантиметров длина спинки до талии спинка короткая очень короткая спинка то есть вот это расстояние до талии она маленькая 41 высота плеча касая они дружат 40 плечики пряменькие хорошие спинка замечательная дальше высота груди 30 сантиметров достаточно низко для такой вот картинки да но что значит человек так любит видимо или у ему нужно подтянуть немножко бритерички от бюстгалтера 44 44 длина переда до талии отнимаем от 44 40 получаем баланс 4 сантиметра это говорит о том что фигурка у нас перегибистая и 27 сантиметров это у нас высота плеча касая переда вот эта мерочка на фигурке она у нас на 3 сантиметра меньше чем высота груди и все хорошо вот так быстренько мы сделали анализ наших мерочек и мы поняли что мерки сняты правдоподобно и только после этого я могу продолжать свою работу дальше потому что у меня нарисовалась вот такая вот моим сознание картинка и она очень хорошо вписывается в общем-то вот в эти все наши со читания расстояния друг с другом что дальше нам нужно делать для того чтобы начать работать с чертежом с выкройкой нам нужно выбрать прибавки к чему я сейчас стремлюсь первый этап мы создаем с вами техническое задание без технического задания не присылайте мне никаких вопросов любой вопрос должен начинаться с фотографии вот этой картинки что вы хотите чтоб я видела какие у вас мерки и какие вы выбираете или хотя бы предполагаете выбрать прибавки я могу вам посоветовать их как-то изменить но для начала я должна знать что вы хотите на словах это описать трудно техническое задание делает это элементарно и очень просто связаться со мной вы тоже знаете как и ватсап и почта и инстаграм и фейсбук и вконтакте все в вашем распоряжении и так возвращаемся к нашим прибавкам и так нам нужна прибавочка по груди нам нужна прибавочка по талии нам нужна прибавочка по бедрам и нам нужна прибавка к обхвату плеча если мы посмотрим вернемся к нашему вот этому вот изображению этого платья давайте вот так вот вернемся еще не плоховато конечно вам видно но тем не менее я думаю все равно даже здесь чувствуете что она очень плотненькая по груди видите какое прибавки фактически нулевые а какая ткань мы не знаем возможно это какой-то плотный трикотажное плотное полотно и она вот так вот хорошо себя ведет вот здесь даже напряжение я вижу то есть прибавки очень маленькие второе платьице какое у нас а здесь сухая ткань тут ткань сухая это хлопок и мы видим вот здесь слабину какую-то да мы видим что здесь прибавки достаточно большие но мы строим с вами базовую конструкцию базовую основу начала и мы еще не знаем может быть из какой ткани мы будем шить это платье поэтому мы что сделаем мы конечно же подстрахуемся и прибавку по груди минимальную я бы взяла три сантиметра но так как у нас идет сильный контраст между талии между грудью и бедрами посмотрите 19 сантиметров а вместо 4 у стандартной фигурки то я бы нарочито увеличила для начала прибавку по груди то есть я бы ее выбрала уже не 3 даже для этого силуэта а давайте выберем хотя бы 5 но если она у нас получится 4 3 сантиметра нас тоже это будет в общем то устраивать затем прибавка по талии талии в обтяжку делать тоже не будем потому что нам нужна некоторая слабина мы еще не знаем из какой ткани мы будем это платье шить и вообще что мы какой фасон мы потом выберем вы легко можете эти прибавочки потом сократить если ткань будет у вас растяжимая трикотажная тяжелая и так далее так далее пока возьмем для безопасного варианта чтобы не сделать изделие малым и узеньким чрезмерно возьмем сколько возьмем 2 так как поясочек у нас там есть 3 сантиметра может быть прибавка по бедрам посмотрите у нас бедра 68 для того чтобы не обтягивать эти бедра мы обязательно должны выбрать прибавку мы обязательно выберем прибавку потому что еще у таких фигур какая бывает история пока вы стоите у вас бедра 68 когда вы сядете и померите себя вот в этом месте сидя у вас уже бедра могут быть 70 сантиметров и более то есть вот такая происходит история если мы имеем такой большой размер в нижней части поэтому я возьму и вот эти вот застежки которые могут быть там на платье не элементарно разойдутся поэтому давайте возьмем два сантиметра прибавочку по бедрам для того чтобы у нас была какая-то слабина был запас ну и конечно вы подстрахуетесь за счет припуска в боковых швах когда работаете с такими нестандартными фигурками необычными фигурками у вас всегда есть ресурс это ваш боковой шов рукавчика и боковой шов вашего изделия и прибавочка к обхвату плеча для три сорок девятого размера тридцать шесть обхват плеча довольно полненькая величина и поэтому маленьких прибавок здесь тоже делать нельзя сколько я возьму возьму я сантиметров пять но и для круглого счета давайте возьмем шесть конце концов если это будет вам многовато вы немножко на примерке легко уберете после пример очки да но мы будем застрахованным вот так размышляя мы с вами доукомплектовали наш техническое задание мы записали и выбрали прибавки и только сейчас определив свою цель мы можем приходить к построению поэтому поэтому я кладу этот листочек рядышком с собой будет видно или нет мы посмотрим так вот так вот попробуем играть то и кладем вот этот листочек вот сюда будем работать вот в этом поле я думаю что получится у нас все нормально посмотрите что я давайте еще некоторый анализ делаем что я начертила нарисовала вот в этом своем задании это у меня будет как бы первоначальная вот такая базовая конструкция так как бедра очень широкий я хочу сделать широковатый низ для того чтобы они не проявляли значит мне нужно будет добавить сюда раскрешение до рукавчик я сделаю пока в точной не буду придумывать что-то такое из него вы потом смоделируйте все что хотите обязательно нам понадобится средний шов по спинке нагрудную вытачку я пока оставлю на своем месте потому что ее положение зависит вот этой нагрудной вытачки от той модели которую вы будете шить мы с вами находимся на втором этапе когда мы строим только базу которая будет знать все наши размеры плюс выбранные нами и содержать плюс выбранные нами прибавки а потом уже будем переходить моделированию сразу хочу сказать что наше занятие не будет быстрым и коротким потому что она достаточно сложная потому что мы делаем вот такой вот реверанс в прошлый век можно так сказать да вот в этот очень точный скрупулезный крой который позволял на такие фигурки сделать хорошую посадку время наше уже 17 минут 17 минут и поэтому мои дорогие я делаю остановку потому что делать видео очень длительными очень громоздкими и это не есть хорошо не есть хорошо для нашего youtube лучше мы будем делить себя немножко на части но позвольте вот на этом остановиться как бы не было вам жаль буквально через три дня я выложу вам вторую часть этого видео возможно будет и третья часть возможно будет четвертая потому что мы еще рассмотрим разные способы моделирования вот этого нашего изделия да вот на этом разрешите сегодня закончить а к просто марии я бы если она будет нас смотреть обратилась следующим вопросом маша вы мне не сказали какая часть тела у вас выступает вы прислали мне только мерки да я могу об этом только догадываться ответьте пожалуйста на вопрос выступает ли у вас ягодички то есть я вижу что у вас явно должен быть выступ фигурка с широкими бедрами но вы знаете что у нас может быть еще и выступ ягодиц нужно ли его учитывать при построении вот этой вот базовой основы и так мои дорогие на этом разрешите с вами сегодня попрощаться мы затронули очень интересную тему до новых встреч ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всегда ваша галина коломейка присылайте свои задания